Девушки отдыхают Берём множество наград и занял своё место в хип-хопе как один из величайших MC всех времён Но что вдохновило его вернуться к человеку, которым он был 13 лет назад? Давайте выясним Рэп-Сити представляет М360 Привет, народ! Это Биг Тигер и добро пожаловать на Рэп-Сити М360 Давайте поприветствуем человека, миф-легенду, кореша Привет, чувак Привет, всё круто? Круто, чувак Рад вас видеть, сэр Готовлясь к этому интервью, на языке вертелось одно слово — ностальгия Ностальгия, ностальгия, ностальгия Так что мы сейчас быстро попытаемся вспомнить былое Я буду говорить название некоторых твоих ранних и прошлых работ И я хочу, чтобы ты сказал первое слово, что приходит тебе в голову Что-то о психическом состоянии, в котором ты был, создавая тот или иной альбом Мы начнём с самого начала Самый первый альбом Infinite Разорённый Это было твоё состояние, я разорённый? Ну, это первое, что пришло Окей Да, голодный, чувак Я думаю, я и сейчас такой, но именно тогда это было реальное ощущение срочности Разорённый Yeah, that sums it up, I'm not mad at it, bro Absolutely The Slim Shady LP Всё ещё разорённый Oh, LP или EP? LP Oh, я думал ты о EP LP LP Стремящийся К чему? Стремящийся Быть там Я всегда любил хип-хоп так сильно И я хотел быть его частью И Подписание контракта с Дре и то, как всё случилось Хоть я и не помню многого Из-за некоторых вещей, обстоятельств и всего такого Я помню чувства при Подписание контракта с Дре и те волнения Типа, я уже не могу дождаться своего выхода и предвкушения всего этого Ну и довольно, кстати, релапс Это было одно слово, между прочим Точняк Релапс Релапс Без наркотиков Это два слова Окей, но как это было? Каким был тот опыт? Это было интересно, чувак, потому что я не знаю, перед релапсом, если не говорить о Infinite и время до подписания с Дре С того времени я не уверен, написал ли я что-либо в трезвом состоянии Релапс был первым альбомом, первой записью, которую я сделал с включенным светом Трезвым, так что это было интересно, я все еще хотел разобраться со всем Снова встать на ноги, вернуться и делать что-то, не имея вещей, на которые можно положиться, делая это Но это интересно, было забавно делать этот альбом Marshall Madras LP номер один Ты говоришь, это беспорядка специально, чтобы меня подъебать Я хочу, чтобы ты подумал об этом Ведь я думаю о своем следующем ответе Я ожидал Рекавери И теперь Я не знаю Можно я рекавери Можно и про Marshall Madras Не, давай рекавери, раз ты готов Я не пришел сюда ссориться, чувак Ну не ссоримся, чувак Давай просто Рекавери Рекавери был Я не знаю Я хочу сказать, что у меня было Ощущение, что Я хотел восстановить себя немного Ведь я думал, что релапс был Я не уверен, знают люди, через что мне пришлось пройти Чтобы сделать релапс И иметь возможность снова писать, думать и иметь нормальные ежедневные функции в голове Я не хочу сказать, что Я был не в состоянии записываться Но делать все это снова Мне нужно было время Мне нужно было время, чтобы разобраться И я хотел сделать свои песни С каким-то чувством снова И много чего на релапсе было комичным Было много забавных панчлайнов Но многие песни просто не чувствовались Так что я переслушал некоторую свою старую музыку И попытался разобраться в том, что я делаю не так Ну я думал, что я делаю не так И как только я определился с этим Я начал делать песни, которые как-то чувствовались Это тоже было одно слово, кстати Конденсат Все сжато в одно слово Marshall Mathers LP 1 Быстро Вещи пролетают мимо И все случалось очень быстро И на тот момент И много чего размыто для меня Но этот вихрь Так много вещей случилось сразу И я чувствовал, что моя жизнь проносилась мимо И я чувствовал, что был с наркотиками и тут, и там И я почти что не чувствовал управления своей жизнью И все, что я хотел, это читать Но я не думал о количестве работы и всего того Пожалуйста, повтори это для начинающих артистов Сколько работы? Много, чувак Я не знал Все, что я хотел делать Особенно в то время Все, что я и сейчас хочу делать Но особенно в то время Я просто хотел читать рэп И я вышел из андеграунда Я андеграунд МС И я просто хотел читать рэп Я хотел, чтобы мои записи были услышаны Хотел уважения к коллег И это все Все, чего я хотел Я не хочу делать то шоу и это шоу И три шоу в один день А потом пойти в клуб и появиться там Это Это много И тогда я не был готов к этому И я думаю, никто не был Весь лагерь Это было безумство для нас С этим сказанным Маленький автоп Ты бы вернулся туда, чтобы что-то поменять? Не знаю, менял ли бы я что-то Может, я и хотел бы сделать что-то по-другому Я бы, конечно Попытался Выбрать другой путь С наркотиками И я бы попытался выбрать другую дорогу Но я не знаю Сейчас я здесь Так что Я жив, чувак, и это круто Конечно Но если бы ты мог вернуться к Слим Шейди В 1996-й и поговорить с ним Что бы ты ему сказал? Остановись Перестань Брось это Оу, 99-й год? Я сказал 96-й Оу, Шейди 96-го Продолжай Остановись, когда дойдешь до Слим Шейди LP Остановись Убавь скорость Убавить скорость жизни? Да, чувак Просто притормози Вдохни воздух Я не имел возможности по-настоящему Насладиться тем, что происходило Потому что все происходило так быстро И потому что я думал, что мне кое-что нужно И все это стало большим шаром Дерьма Запикайте Окей, мы запикаем Извините Почти две декады в игре от мистера Эминема У тебя есть твои верные фанаты Неистовые фанаты Эминема Но также и новое поколение фанатов Что ты думаешь о том, что твоя музыка привязывает к тебе новую группу детей? Это сложный вопрос И Я не знаю, я думаю, что Это у них нужно спросить Делая то, что я делаю, я пытаюсь Я просто люблю хип-хоп И Работать над ремеслом И Я просто эмси до мозга костей И Кроме этого Выпускаешь что-либо Ты надеешься быть уместным И надеешься, что это привяжется к кому-то И Я благодарен, что есть люди, к которым это привязывается Знаешь, но Я не знаю, что именно это делает Ведь Я просто читаю рэп Доберемся до его новой музыки И Ты очень тяжело работал над этим новым проектом И Вспоминая твою цитату Ты приравнивал его к записи Эминем Шоу и саундтрека восьмой миле Это самая тяжелая работа над твоей музыкой в твоей карьере Что мотивировало тебя так работать в этот этап твоей карьеры? Я не знаю, я думаю Одно из вещей Начиная работу над этим проектом Я имел направление Очень часто, когда я делаю альбом, я просто записываюсь И где-то в середине процесса я пытаюсь определиться, куда иду И найти направление И В этот раз я думаю, что имел направление немного раньше Появилась идея и направление немного раньше И я думаю, зная, как я хочу его назвать Я хотел убедиться, что имею нужные песни В ином случае это бы не имело смысла И Я просто записывал много песен Много-много песен Насколько много? Сотня? Две сотни? Я не знаю А бесконечность это сколько? Так много? Я не знаю, много песен И Потом Я пытался выбрать лучшие из них Что в принципе я делаю с каждым альбомом Но Обычно я записываю намного меньше песен И Большинство записанных попадают на альбом А с этим было как бы Нет, это не то, я хочу попробовать что-то другое Это крутое, но это нет И Я хочу попробовать еще что-то И убедиться, что в этом есть смысл Была ли в твоей голове какая-то особенная цель для этого альбома И думаешь ли ты, что достиг ее с Marshall Mathers LP 2? Надеюсь, что да Я думаю, что Я сделал все, что мог И Если бы я не думал, что все готовы Я бы его не выпускал Но Я надеюсь, чувак, увидим Ты заявил, что этот альбом не продолжение первого А больше как возвращение к нему У меня такое чувство, что я сейчас на допросе Ты заявил Ты заявил, что это больше как возвращение к первому Что вдохновило тебя возвратиться к тем мыслям Тем чувствам первого альбома сейчас? Почему ты не пошел в новом направлении? Почему решил вернуться к первому в Marshall Mathers LP? Ну, я думаю Когда я сделал Bad Mets Evil EP с Ройсом Пару лет назад Это как бы вдохновило меня Веселиться с рэпом снова Не то, чтобы я не всегда с ним веселюсь, но Это как бы Все те вещи, что мы делали с Ройсом Было забавно просто сделать это снова Записываться так снова И темы, и предметы, и вещи Было весело с ними повозиться Потому что когда мы делали это, у нас не было шаблона Мы не делали альбом Это был EP И это должно было быть только кучкой песен Но чем больше мы их делали, тем быстрее мы их стали делать И все стало таким Мы не собирались делать альбом И придавать ему нужную форму Делать вещи, которые нужно сделать для альбома И это было забавно И я как бы хотел Тогда я просто хотел вернуться и повеселиться с записью И чем больше я стал писать для альбома Тем больше все ставало В тон голоса И все как бы пошло в том направлении Так как я писал и чувствовал Как только все направилось туда Я понял, что теперь у меня есть направление Было бы круто вернуться к тому предмету или к той теме И было несколько глав, которые я хотел закрыть Ну несколько ты явно закрыл Думаю, да Это все еще весело для тебя? Ведь альбом слили и люди начали комментировать и критиковать Хоть альбом еще не вышел, его услышали раньше, чем нужно было Ты веселился, делая альбом, и ты хотел вернуться к веселой его части И теперь пропала ли какая-то радость, когда альбом услышали раньше? Не, не совсем Как по мне Если люди его слышат Я не знаю Остальное есть как есть Ты делаешь что-то и просто Хочешь, чтобы это услышали Как есть Как есть Я рад, что люди слушают Могло быть и хуже Давай поговорим о изменении индустрии с технологиями и подобным Есть и польза, конечно, но для кого-то, чья карьера была синонимом драмы И всем тем Сегодня все это попадает к блогерам, медиам Думаешь ли ты, что сейчас находишься под еще большим микроскопом, чем когда-либо раньше? Честно Я не знаю Сложно ответить, ведь я, в общем-то, и не обращаю внимания на это Я не сижу за компьютером Даже не твитишь? Я пишу в твитере, чувак Я занимаюсь твитами Но Я не особо слежу за ними Я Просто хочу сказать это и Я просто читаю рэп И я хочу продолжать говорить это, потому что это все, что я делаю В общем-то, я не хочу продолжать говорить это, но это все, что я делаю И давать тот же ответ, это все, что я делаю Я даже не моюсь Надеюсь, что это не так Я помылся сегодня, ведь я знал про интервью, но в общем-то На Marshall Mathers LP 2 одна из наиболее ожидаемых коллабораций была коллаборация с Кендриком И Кендрик выпустил этот куплет на Control И многие... Он как бы вернул огонь в текст снова И для многих людей Чувствовал ли ты какую-то забавную конкуренцию? Думал ли ты, что тебе нужно сильно постараться для этого трека с Кендриком Зная, что он сделал с другими на их песнях? Ну, во-первых, я хочу сказать вот что Я люблю то, что делает Кендрик Он продолжает традицию увлекательного рэпа То, что он сделал с Control было чудесно Но нашу песню мы сделали еще до того куплета Мне понравилось то, что он сделал на своем альбоме И я подумал, что он артист Aftermath так же И казалось, что нам нужно было это сделать Но, конечно, всегда будет присутствовать конкуренция Вот почему на Control он не сказал ничего О чем не думали все остальные MC Он просто сказал это И это круто Это то, что делает хип-хоп таким Многие люди предполагают, что это может быть твой последний альбом И ты назвал себя рэп-богом И это как бы Я закончил Я бог И нечего больше сказать Это возможно? Я не знаю, что буду делать завтра Я знаю, ты просто читаешь рэп Ну точно не мыться Но Я не знаю И я думаю, что Я хочу читать рэп Пока это забавно Так что Да, я бросил это Мне забавно больше Не Я хочу читать рэп, пока это забавно И кроме рэпа Когда я положу микрофон Я хочу хоть что-то делать с музыкой Продюсирование или что-либо Я хочу в этом участвовать Ответь критике на то, что Eminem слишком успешен Или слишком трезв, чтобы быть успешным, как раньше Ответить на это? Идите нахуй Это твой ответ? Я не знаю, чувак Может это так, а может и нет Правде мне просто все равно Я просто читаю рэп Я просто делаю музыку И я не думаю и не забочусь о том Насколько я велик Или кого заденет Та или иная песня Я просто записываюсь И пишу то, что приходит в голову И Позиться словами всегда было забавно И Разные игры слов Для меня Я говорил это раньше, но Слова для меня как будто пазл И я хочу их сложить Но Насколько Я велик Я был Я мог быть Или буду Или не буду Все так, как есть Я рад быть здесь Я рад, что Люди все еще слышат мою музыку И все Все